Лаки играет со скаутом, от него будет многое зависеть, еще там близко находится Бондик, есть попадание по Сотфику, убийство Патси, неплохо, уже много урона, Лаки забирает еще и Фенигана, только сейчас полетели гранаты, ой, какой провал, третий минус, там еще и забирает красного Декстера Бондик, и вот один скаут, и с ТЗшкой принимает этот выход, Сотфик, конечно, будет воевать, вот до конца забирает себе АК-47. Очень солидный игрок, выход от него в мидл, фармит по одному, по второму немножечко не хватает урона, там идет продвижение через лонг, ну и Эспада здесь должна на дистанции безопасно перестреливаться, там врыв был под флешку, ой, 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 Юспиков, как же напихали здесь винстрайки! Да, еще и АК себе забирает Хоббит, правда, армора нет, и Декстер тут может выйти, всех похоронить, забирает одного, спрей против второго, залетает, все-таки один на один ситуация, Хоббит против Фенигана. Так, минус, нет! Ой-ой-ой, 18 хм остается у Фенигана. У них перекрестный огонь пока что разрушен, но Хоббит готов врываться через смок, если что. От позиции Лаки уже работать, авик не вышел, Лаки забирает еще и Фенигана, отличная стрельба. Это будет довольно прямолинейный выход на Хоббита, так, кто-то отворачивается, все-таки забирает с фодфика, вот Сиди пытался его сбрить, и в итоге Таби через Брайз залетает против Фенигана, через фон, Хоббит, сколько уфона! Дима только сейчас его перестреливает, но сам красный остается так, и Элену нужно попадать. Лаки тут тоже пришел на поддержку, в итоге Дима под флешку уже убирает одного из снайперов, Кризен остался на длине, забирает Диму, красного простеливает, и Лаки! Да, Лаки хорош, Дима инициирует здесь под Б, Дима разваливает Б-плэнт в соло, все, нужно быстро перетягиваться. Дима сейчас может еще выйти на Элли, а Элли тут будет первый пикать, тоже вот интересно, как он пойдет в выход, вот он, да, ворвался, но не попал, хотя попытка вполне себе ничего. Еще под Лаки подлетает тут Хе, минус он, Бондик последний, 50 секунд на таймере, но и Дима слишком хорош тут, съедает по одному. Важнейший раунд для Винстрайк, для Эспадли, потому как тут, собственно, либо камбэк какой-то, и вообще уверенность должна появляться рано или поздно, ну и, возможно, Винстрайк тоже потеряется, Дектор играет на спуске, первый пошел, второй пошел! Как же это было хорошо, под флешку дальше Сотик играет Дектор, третьего забирает, но только сейчас отвечает Кризен, но Сотик в позиции вряд ли пропустит соперника на точку, у него будет поддержка от Бондика, вернувшегося к Зигу, но тут Дима может ошибаться на самом деле, пик от Сотика, вообще не получается, Пацци оказался на длине, а Фениган замечает, есть информация по ВП, Бомба пока не устанавливает Хе, неприятная залетая, 51 хп вдвоем тут пикает его Эспада, Бондику нужно отыграть с этого дефолта, с двух сторон нужно выйти игрокам защиты, Бондик, от него забирает уже Фениган, упал Пацци, пытается выйти на размин у него, это получается 40 хп, но все-таки перестелит и сразу выдохнул. Бомба все, инерспаунит, три игрока под Б, контактный выход, Фениган делает только один минус, Дима заливает двоих и делает фраг по Бондику и Хоббиту. Но все же попытка от Элиона выйти на центр, Айвик тут может сработать, но Смоком пытается, кстати, что это за Смок такой интересный, Сотик итоги под него, он наверное думал, что он упал в дверь и так вот выходил под шифтом, но это слишком просто для игрока атаки. Дальше перенаправление через Зиг, а тут Пацци играет через стену, так замечает он, тень, но не убивает Элион, как же хорош, и даже хп не потерял, есть только Молотов и хае. Вот можно, ой, а можно и так Элион солирует в этом раунде. Сотфик, летит Молотов от атаки, он выходит, замечает тень, забирает одного, а тут падает, и сотфик. Там, кстати, Декстер тоже еще помог. Такое ощущение, что после контакта с отфиком на трене они просто не могли договориться, как дальше сыграть. Вот остался Элион на Зиге, тройка на центре, тут там что-то пытается кого-то выторговать. Ой, неплохо, Лаки. Один в один. Попадает, так, подождите, сотфик еще и может здесь отлететь, и Лаки его читает и убивает, как же это происходит. У нас здесь просматривается прямолинейный выход на базу Б, пошел заход, Финниган врывается, забирает в шарте Бондика, проблема здесь у винстрайки, Лаки за плентом работает, пошел минус по Финнигану, Лаки загоняет, Лаки, не так-то и просто загнать, Лаки, как же хорош в этом моменте, уже триплкил, соцфик все еще не вышел из Б дома и бомбу не поставил, Лаки, квадрокилл. Хоббик, кстати, с дробиком под коврами, помогает на А, Элион, тот в коннекторе с Айвиком, также перетягивается Кризин на Хоббита выход, минус поации, не меняет девайс, это правильно, на самом деле, потому что коллаж тут может не помочь. Значит, второго сбривает Эдул Дима, но Финниган тоже отвечает даблкилом, и Декстер падает на Элиона, голова не сработала, снайперская винтовка упала, Лаки остался в зиге, и нужен выстрел. Ай-яй-яй! Он ушел в яму, соцфик закрыл себя в сэндвиче, и на самом деле его сейчас найдут, скорее всего. Еще и у Декстера такая позиция после смокал, Бондик не прочекал, в итоге Лаки нашел Декстера, и соцфик отлетел в том самом сэндвиче. Кризин закрывается в окне, опасается еще одной подсадки в прошлом раунде, и об этом сообщила команда Эспада, что эту точку будут использовать, как же так? Ну, словил, да, словил момент для себя Кризин. Оу, поджим от Лаки, при том, смотри, поджим в 2D, опять же, грамотно отмечаем. Ну, в 2D, и потом будет переход, наверное, в 3D, а может быть, даже в 5D. Элион, работа со снайперской винтовкой, в очередной раз минус Декстер, Финниган не выйдет, но тут вопрос к Кризину, как он отработал, нужно было оставить все-таки своих тиммейтов, там, против ковров играть, да, а саму на коннекторе сконцентрироваться. Ну, Бондик выбивает бомбу, и это принесло плоды. Так, там сильно нашивает, в итоге Финниган забирает Элиона. Поджим в поджиме. Но Лаки может быть удивлением. Да, поджим в поджиме в итоге, да, и последний пац, 20 секунд он, я так понимаю, что попытается выйти на КТ, а потом пройти через маркет, Бондик замечает, остается красным пац и все-таки наберет залетает. Как он это сделал? Ой-ой-ой! Мне не нравится, как играет Лаки, он теряет очень много времени на всю эту историю. И пац, начинает свой спрей, но там еще флешка летит с правого, и, в общем-то, дефуз от команды Винстрайк. И пока что центр закрыт для Винстрайк, но будет более поздняя попытка. У-у-у, дайте повтор этого выстрела. Мне будет интересно посмотреть, как там еще флешка летела, слишком быстро все произошло. Дима, правда, отработал на Хоббите, кстати, Финниган, встречает Бондика, замечает он бомбу, все, будет перетяжка, уже с Б уходит, пац, Финниган тоже пойдет, скорее всего, поджим, и как же заканчивается раунд? Лаки! Какие выстрелы со Скаута, что с ним сегодня? Что он ел на завтрак? Просто трипл килл. Овсянка? Овсянка? Сэр! Да, это только овсянка такое дает. Ну что? Ну Финниган такой, парни, ну что происходит? Как вообще? Я выйду в спину. Сейчас еще, если он этого убьет, то это будет что-то невероятное. Как? Ну Лаки здесь кость в горле, это правда. Выигрывает очень много времени. Очень много времени тратит на этот ретей команда Эспада. Все меньше и меньше, Диффуз пошел. Смог! Калаш! Еще спреи дальше, и все-таки... Ну и Патси. Он может здесь справиться, Патси. Первый пускает Лаки, забирает Диму. Патси делает один минус, по-второму не хватает, Бондика разменивает Декстер с Лаки. Забирает Лаки, вернее. Опа, Декстер подключился! А там Элиан! Декстер наконец-то сверкает со своей снайперской винтовкой. Смог полетел на точку Б, и об этом сказал Лаки. А будет ли еще какая-то перетяжка? Там пятерка постоянно в действии, это Кризен. А что он? Так, нави-потсадочка. Подсадочка сработала, Декстер. Декстер убивает в итоге Кризена. Да, неприятно. Хоббита могут не прочекать после Элиана. Да, так и получается минус Финниган. Дойти бы до АК-47. Ой, какое все-таки непопадание. Но со второй попытки Декстер убивает Хоббита. Но слишком много времени ребята потратили. 8-7 секунд до конца раунда, они уже бомбу не поставят. Там уже Элиан, кстати, в той позиции, о которой я говорил. Флешка на то, чтобы выйти. Удивить соперника. Дима пока что не спешит. Его нужно сбить. Дима! Отличный выход! Ух ты, хуй! Элиан тоже погибает! Тупоразвал на базе Б. Там, по-моему, один опорник это только Лаки. Лаки делает выпад и погибает. Все. Декстера можно идти на сейв. Ну, еще и забирает Хоббита. Бондик приходит. Здесь 1-4 ситуация. Мертвая для него. Первого он забирает. Второго забирает. Спокойно. Хаешка. Хаешка, даже если бы была точной... Все равно бы вряд ли кого-то взорвала. Микромоменты, они действительно намекают на какой-то расфокус, что ли. Не знаю. Потому что игрок не хочет засейвить такую ситуацию. Ладно. Лаки! Что это за выход? Выход смог, ребята. Так он заканчивает. М-да. Тут интересно, как вообще сыграет Авик. И сыграет ли вообще после убийства Фенигана. Вот они неприятные новости для защиты. Потеряли одного из опорников. Вот он Авик минус Бондик. Бондик, голова! Была найдена. И на этом раунд заканчивается. Можно не пикать последнего. Ну или вот так Дима уже до конца подошел. Так, момент удивления от Лаки. Возможно. Он заходит через монстр. Первый пошел. Лаки может здесь разобрать на запчасти всю команду Эспада. Пошел дальше Лаки! 3 в 2 ситуация. Уже нужно забирать этот раунд. Винстрайк! Возможно последний раунд этой игры. Не будем ничего загадывать. Но вы сами понимаете, что финансы поют романсы. И да, вот он ответ. Действительно очень. Тут четко сработал Декстер. Прочитал соперника. Давайте еще раз. Я бы брал здесь теки, гранаты. И сплитовал бы пушем А. 16-14 Эспада побеждает. Забирает себе оверпасс. И это ПО-3. Очень стильная, хорошая защита. Читали соперника, поджимали. Они были активны. И из-за этого, в общем-то, получилось победить. Субтитры сделал DimaTorzok